У здания новой газеты неизвестные оставили три клетки с овцами, наряженными в жилетке с надписями пресса и названием газеты-адресата. Девять животных привезли на автомобиле одной из компаний, доставляющих грузы. Это стало известно благодаря камерам наружного наблюдения. Просто в какой-то момент нам охрана позвонила. Это не наше здание. Мы здесь только арендуем. И у нас окна выходят так, что нам все равно не виден вход в редакцию. И позвонила охрана, сказала, что что-то странное происходит. Остановился грузовик. Прямо на этом месте выгрузили вот эти вот клетки с этими прекрасными животными и сразу уехали. Они тоже не понимают, что это значит. С одной стороны, лучше все-таки живые овцы, чем как неделю назад нам подкинули отрезанную голову барана. Живые всегда лучше, чем мертвые. Хотя это не отменяет того, что это довольно жестокое обращение с животными. И мы, конечно, категорически против этого всего. Недели раньше к дверям редакции «Новой газеты» подбросили отрезанную баранью голову. С приветом главному редактору газеты и журналисту Денису Короткову, автору расследований о Евгении Пригожине. Вот это мы не считаем угрозой. В прошлый раз, очевидно, там была записка с угрозами. В прошлый раз, очевидно, люди имели что-то в виду. Мы считаем это неуместным троллингом. Неуместной, неудачной, живодерской, дурной шуткой. Не более того, хочется сообщить тем, кто это сделал, что это тупо. Это не смешно и тупо. В каждой клетке по три овечки. Там стояли миски с сеном. Животные, видимо, были голодные. Сено они это быстро очень съели. Мы тут периодически выносим им какую-то капусту, подкармливаем, потому что очень жалко. Редакция газеты обратилась в полицию. Журналисты надеются, что полицейские помогут вернуть животных владельцам. Если полиция посчитает, что это какие-то улики, она должна их там описать, изъять. И уже они должны принимать решение, что с ними делать. Если они их оставят у нас, мы, честно говоря, тоже не знаем, что с ними делать, потому что мы первый раз в такой ситуации. Пока мы хотим позвонить в зоопарк, узнать, чтобы они посоветовали, что делают в таких случаях. Есть мы их точно не будет.